Привет! Лёшка Емельичев на проводе, Алексей Емельичев на связи. Год у нас подошёл к завершению. И в качестве некого итога, или можно даже сказать презента вам на Новый год, я расскажу вам, как экономить денежку на логистике, как мы экономили в этом году и как мы собираемся экономить в следующем году. Царь всей экономии находится в маркетинге, или, как говорят, ещё в маркетинге. На самом деле, наблюдать, исследовать цены, которые есть на рынке, цены конкурентов, цены разных подрядчиков, это путь к экономии. Я знаю, что сейчас есть даже сервисы, которые за небольшую плату от 100 до 500 долларов в месяц вам предлагают мониторинг логистических цен по разным направлениям, как то море, авиа, оформление в Котке, оформление в Риге, тракинг, железная дорога через Владик, через ещё, 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 ещё. Вы можете заказать у массы сервисов вот такое вот исследование, например, еженедельное или ежемесячное, платить за это 100-500 долларов максимум и экономить, самое смешное, экономить на каждом контейнере до 500 долларов, зная, что цена, например, на море пошла вниз или пошла вверх и на сколько. И не дурит ли вас ваш китайский братишка или линия, или форвардер с ценами на море. Ну, пойдём по очереди. Итак, по морю, кроме маркетинга или маркетинга, для того, чтобы экономить денежку, вам необходимо чётко знать свой груз. Вам нужно знать вес каждой коробки, достоверно знать вес каждой коробки. Сходите на свой склад, где лежат эти коробки, если у вас постоянно один и тот же товар идёт. Взвесьте их на весах, сделайте табличку, базу данных ваших весов, ваших коробок. И когда вам китаец присылает загрузку, автоматически рассчитывайте, сколько эта загрузка тянет на килограммах. Более того, сейчас во всех портах используется система SOLOS. Если вы знаете, это взвешивается каждый контейнер перед тем, как он прибудет в порт. Требуйте от вашего поставщика, китайца или какого иного, вам эту распечатку взвешивания высылать. Более того, вы можете требовать у поставщика взвешивать коробки. Более того, даже присылать вам фотографию коробки на весах, где указан вес этой коробки. Всем этим вы будете экономить стоимость взвешивания в кодке. И вы будете потом экономить на проходе границы. Момент еще по морской перевозке, это то, что постарайтесь вставлять как можно больше контейнеров в один коносамент. Вы будете экономить в кодке, ну или в другом порте. Вы будете экономить на релизе, на документейшн фи. Это большие деньги. Если у вас 10 контейнеров идут по 10 коносаментам, вы заплатите 500-600 евро за релиз фи, если не больше. Если в одном коносаменте, вы заплатите всего 50-60 евро. И еще, если вы работаете с форвардерами, с китайскими братишками, не надо заказывать у них с дополнительную плату домашний коносамент. Сделайте домашний коносамент сами. Пусть это будет те 10 минут, которые вы потратите, заработаете 50-60-80 долларов. Далее. Экспедитор в кодке, либо где-то в другом месте. Возьмите за правило своим мальчикам, девочкам, которые получают 30-40 тысяч рублей, дополнительно изготавливать все документы, включая ЦМР и ТЭШ-ку, заявку на ТЭШ-ку, АРЭКС. Все это делать у себя в офисе. Это дешевле, чем заставлять это делать экспедитора. Высылайте ему все готовые документы только для того, чтобы он распечатал, и требуйте от него скидку за то, что вы избавили его от лишней работы. Граница. Все в руках границы, кроме страха перед границей. Заведите себе хорошего оконщика в Выборге. Пусть это будет довольно дорогой, но оконщик, который не спит по ночам. Если у вас что-то произошло, и вы чувствуете, что машина вот-вот пойдет на СВХ на полный досмотр, обязательно заказывайте окно. Это сэкономит от вам колоссальные деньги, время и нервы. Следующий тракинг. Для того, чтобы бороться по тракингу по ценам, у вас должно быть как минимум 5 тракеров в запасе. Более того, периодически говорите своим тракерам, что у вас есть хорошее предложение от других их конкурентов. Показывайте предложение. Не держите в тайне то, что вы используете нескольких тракеров. Наоборот, периодически даже отсылайте по ошибке одному из тракеров СМР-ку, сделанную под другого тракера. Это будет держать ваших перевозчиков в тонусе, потому что они любят крысятничать. И цены у них гуляют плюс-минус 10 тысяч рублей. Это большая цифра. И, наконец, последнее. Постарайтесь избегать лишних расходов в банке. Не платите 10 инвойсов своему подрядчику. Заплатите все 10 сумм в одном инвойсе своему подрядчику. Более того, все локальные расходы постарайтесь свести к одному локальному экспедитору. Пусть он оплачивает мелочь, а потом вы оплачиваете ему большую сумму. А еще лучше, он в течение месяца собирает все мелкие платежи, и вы раз в месяц ему оплачиваете большую сумму из банка. Если у нас из России перевод стоит от 30 долларов и выше, вы экономите просто колоссальную цифру. И, наконец, все в руках таможни, кроме страха перед таможней. Поэтому исключите любой страх при общении с таможней и старайтесь решать вопросы с таможней не так, как вам кажется по понятиям, а так, как кажется по понятиям таможни. Этим вы тоже сэкономите большую сумму денег. Берегите себя! С Новым Годом, дорогие товарищи! До очень скорых встреч! До встречи!